В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Тепло в квартирах, когда в Сарове начнется отопительный сезон. Особое внимание, как спецслужбы реагируют на сообщения о подозрительных предметах. Молниеносная и быстрая программа. Саровчане выступили на первенстве мира по русским шашкам. Далее расскажем обо всем подробно. Дважды в год в городе активно обсуждают вопрос отопления. Весной саровчан интересует вопрос, когда будут отключены батареи. Осенью, когда в квартирах наконец станет теплом. Многим кажется, что подготовка к отопительному сезону начинается только тогда, когда показатели термометров напоминают, что холода не за горами. На самом деле коммунальные службы начинают все необходимые процедуры и ремонтные работы еще в мае. Ответственный запуск тепла в первую очередь лежит на специалистах администрации. Они отдают соответствующее распоряжение ТЭЦ и тепловым сетям, а те в свою очередь команду потребителям, то есть управляющим компанией. Отопительный сезон, как правило, начинается в конце сентября-начале октября, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней держится ниже 8 градусов. А раньше начать тоже можем. В этом отношении каждый потребитель решает, когда запустить тепло в здание. Мы оцениваем, прежде всего, готовность теплоснабжающей организации заполнить системы отопления и подать ресурсы уже непосредственно к потребителям. Мониторинг среднесуточной температуры ведется сразу несколькими организациями – Департаментом городского хозяйства, в управлении ГОИЧС и НАТЭЦ. Подготовку к новому отопительному сезону теплоснабжающие организации и управляющие компании начинают сразу после его завершения. Департамент Теплоснабжающая организация должна подготовить непосредственно провести мероприятия на источнике, на теплоэлектроцентрале, и подготовить все оборудование, и провести необходимые техопровожения или какие-то мероприятия по модернизации, пока вот такой межотопительный период. И в том числе должна подготовить все сети, которые у нас магистральные и внутриквартальные. Это те сети, по которым подается тепло до управляющих компаний. Те, в свою очередь, должны провести все необходимые работы внутри здания или многоквартирного дома. Как показывает практика, к середине сентября теплосетевая ТЭЦ готова к отопительному сезону на 100%. А вот готовы ли дома и учреждения будет решать специальная комиссия, заседание которой пройдет 25 сентября. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Вместо взрывчатки банки с домашними солениями. В обнаруженной около торгового центра на московской подозрительной сумке не было никаких опасных устройств. К этому выводу пришли сотрудники кинологической службы после того, как служебная собака не нашла в сумке взрывчатки. Каков механизм действий спецслужб при обнаружении в общественных местах подозрительных предметов, выяснила наша съемочная группа. Бдительные граждане сообщили в дежурную часть полиции, что между торговым центром Севен и домом номер 11 по улице Московской находится бесхозная спортивная сумка. На место происшествия немедленно был отправлен наряд патруля для проверки информации. Данной информации передается обязательно в дежурную часть межмуниципального управления. И для проверки данной информации на место направляется любой наряд, который находится близко к месту обнаружения. Территорию вокруг подозрительной сумки оцепили. В спецоперации по обезврежению потенциально опасного предмета были задействованы все силовые структуры нашего города. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС, полиции и Федеральной службы безопасности. Дежурила скорая медицинская помощь. Мы всегда работаем, как будто происходит реальное обнаружение взрывного устройства, оцепление места, удаление жителей нашего города, чтобы в случае, если вдруг там реально что-то есть, чтобы никто не пострадал. Сотрудники кинологической службы со служебной собакой осмотрели подозрительную сумку на предмет взрывчатого вещества. Наблюдавшие за действиями специалистов соровчане облегченно вздохнули, когда собака совершенно равнодушно обнюхала сумку и отошла. Это значит, что внутри нет ничего опасного. Задача кинолога сигнализировать, есть там взрывчатые вещества или нет там взрывчатых веществ, а принять решение на открывание этой сумки и осмотр ее у старшей следственной оперативной группы. Следователи обнаружили внутри сумки банки с домашними заготовками. Ситуация разрешилась вполне благополучно. Сотрудники полиции еще раз напоминают, что о подозрительных предметах следует сообщать в правоохранительные органы. Елена Грецкова, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24. Дмитрий Сватковский уволен с поста исполняющего обязанности заместителя губернатора Нижегородской области. Соответствующий указ подписан 17 сентября в связи с его переходом на выборную должность. 9 сентября Сватковский выиграл выборы депутата Госдумы Федерального собрания по избирательному округу 129. Напомним, ранее в отставку были отправлены Антон Аверин и Александр Байер. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Саровчанам расскажут о компенсациях за жилищно-коммунальные услуги и капремонт, а также других мерах социальной поддержки. Получить консультацию по этим вопросам можно будет в среду 19 сентября с 18 до 21 часа по телефону доверия 5555. На вопросы горожан ответит заместитель начальника управления социальной защиты населения Лариса Журавлева. В Сарове обнаружено около 700 земельных участков, в том числе сады, гаражи и частные жилые дома, владельцы которых оформили свое право до 1 января 2008 года. В связи с этим специалисты Росреестра настоятельно рекомендуют гражданам проверить наличие в государственных электронных базах сведений о своем имуществе. Это можно сделать при помощи официального портала ведомства. В случае, если после формирования запроса в графе формы собственности отображается пустая строка, необходимо обратиться в Комитет по управлению муниципальным имуществом по телефонам 99037 и 99047. 5 октября в библиотеке имени Маяковского пройдет вечер современной поэзии про стихи. Гость обсудит стихи, которые были написаны на рубеже 20 и 21 столетий. По словам организаторов, это прекрасный повод познакомиться с современным творчеством, узнать новые имена и услышать новые произведения. А если вы самостоятельно пишете стихи, то вечер станет возможностью заявить о себе как об авторе. С 10 по 16 сентября стражи дорог выявили более 100 нарушений правил дорожного движения, среди которых нахождение за рулем в нетрезвом состоянии, несоблюдение правил тонировки автомобильных стекол, переход проезжей части в неположенном месте. Всего на прошедшей неделе зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом и 2 с пострадавшими. Подробности далее. Смятый капот, сработавшие подушки безопасности рассыпаны по салону детали интерьера. Два занятых места на стоянке у здания ГИБДД и несколько больничных коек на Маслихе. Таков итог аварии, которая произошла на минувшей неделе на перекрестке улиц Советской и проспекта Музруково. Водитель автомашины Фиат Албеа при пороте налево по зеленому сигналу стафора не предоставил преимущество движения автомашины Равон. Это преемник УЗДЭО под управлением водителя 86-го года рождения и совершил с ним столкновение. После удара своим ходом машины двигаться уже не могли. Не обошлось и без пострадавших. Одна из пассажиров Фиата попала в реанимационное отделение. Четырехлетний ребенок и пассажир машины Равон с различными травмами были госпитализированы в травматологию. На этой же неделе на больничной койке оказалась и женщина, управлявшая Фольксвагеном, который на большой коммунальной дороге столкнулся с бетоновозом. Водитель автомашины МАЗ при повороте налево на перекрестке дорог, большая коммунальная, малая коммунальная, не представил преимущества движения в машине Фольксваген Пассад под управлением женщины, которая двигается в встречном направлении и совершил с ней столкновение. По словам представителей дорожной полиции, в первом и во втором случае причиной аварии стал человеческий фактор – невнимательность водителей. На данный момент по этим двум ДТП открыты административные расследования, а полицейским предстоит выяснить степень вины водителей всех автомашин. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Зато талантливое детство, марафон талантов, фестиваль танцевальных коллективов «Живая сказка» и многое другое. Каждый сезон Центр развития культуры и искусства приглашает саровчан на творческие фестивали. На этот раз организаторы придумали новый проект, участниками которого могут стать многодетные семьи города. Фестиваль «Зато нас много» будет проводиться в рамках президентской программы «Десятилетие детства». Фестиваль «Зато нас много» пройдет в нашем городе впервые. Новый семейный творческий проект создан специально для тех, кто чтит культурные и духовные традиции и участвует в общественной жизни. Все эти мероприятия популяризуют. И ту ценность семьи вообще в принципе, да, а многодетные семьи, они являются в нашем социокультурном пространстве именно образцом отцовства, материнства, да, то, что у них много детей. Они их могут воспитывать, они их воспитывают и прививают им самое лучшее, что есть, допустим, в этих семьях. На фестивале «Зато нас много» будет представлено несколько номинаций. Вокальное искусство, инструментальное, цирковое искусство, литературное творчество, театральное искусство и другие. Показать свои таланты на сцене Дома молодежи смогут семьи, воспитывающие троих и более детей, а также семьи с приемными детьми. В первую очередь фестиваль должен показать и публично представить наши многочисленные, многодетные семьи, которых у нас в городе очень и очень много. И мы думаем, что они многогранны, и у них есть талантливые номера, талантливые произведения, есть свои определенные творческие запасники, и поэтому мы их, в свою очередь, приглашаем на фестиваль «Зато нас много». Подать заявку на участие в фестивале «Зато нас много» просто. Достаточно написать письмо на электронную почту или принести заявку в Дом молодежи не позднее 15 октября. Более подробную информацию можно получить по телефону 53210-55202-52476. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Молодежный арсенал 2018 в Удмуртской республике прошел слет военно-патриотических клубов. В нем приняли участие более 150 юношей и девушек из разных регионов России. Школьники прошли курс военно-специальной подготовки, ответили на вопросы интеллектуальных игр, а также посетили с экскурсиями предприятия города Глазово. Наш город на слете представили команды 10-й и 16-й школ. Научиться преодолевать свои страхи, доверять кому-то кроме себя, ставить интересы команды выше собственных. Ребятам из команды «Шанс» понадобилось для этого три соревновательных дня. Шестиклассница Лиза Чернова, чтобы не подвести своих товарищей, собрала волю в кулак и совершила сплав по реке. «Больше всего мне запомнилось то, как я похорила страх воды. Мы плавали на лодке, а я очень боялась этого». На слете военно-патриотических клубов в Глазове ребята доказали в первую очередь себе, что они настоящая команда и способны вступить в борьбу за главный приз. В этот раз не получилось вырваться в лидера, так как подготовка соперников из других городов была выше. Андрей Зоркин считает, что если учесть все допущенные ошибки, победа будет вполне достижима. «Я патриот души, и мне хотелось больше познать вот этих занятий, помочь нашим участникам». На слете с ребятами занимались опытные инструкторы и педагоги. На занятиях их обучали навыкам парашютного спорта, работе спасателя при захвате здания, мерам безопасности на воде. Но в любых заданиях проверяли слаженность действий и умение работать в команде. Максиму Зорькину больше всего запомнили соревнования веревочного курса. На веревочном курсе было больше 10 испытаний, и каждая из них была очень трудная. Каждая из них проверяла людей на команду. Обсуждая итоги слета военно-патриотических клубов на занятиях, ребята все еще делятся впечатлениями о соревновании. Что получилось, а что нет, где нужно подтянуть теорию, а где отработать практические навыки. «Я планирую еще участвовать в таких мероприятиях. До следующего мероприятия осталось еще достаточно много времени, и я планирую за это время потянуть свою физическую форму и знания». Кроме физической подготовки, ребята участвовали и в интеллектуальных викторинах. Здесь соревновские школьники обошли своих ровесников в знаниях истории и заняли первое место в игре, посвященной событиям Великой Отечественной войны. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Воспитанники Дворца детского творчества приняли участие в первенстве мира по шашкам среди юношей и девушек. Саровчане боролись за победу с лучшими шашистами из Армении, Индии, Казахстана, Латвии, Франции и Эстонии. Юные спортсмены разыграли первенство в двух номинациях – «Молниеносная» и «Быстрая программа». О результатах наших шашистов расскажем в следующем репортаже. Построить тактические ходы и просчитать все шаги соперника наперед – такую цель ставил перед собой участник мирового первенства по шашкам Михаил Камчатный. Мальчик занимается всего полтора года, но уже неоднократно становился победителем городских турниров, а также был призером областных и всероссийских соревнований. А теперь еще одно достижение – диплом за пятое место в мировом турнире. Было очень сложно играть. И у некоторых ребят были нестандартные ходы. Мне очень нравится играть в турнирах, особенно там иногда бывают интересные партии. Я в следующий раз приеду и займу первое место. Побороться за призовые места приехали ребята со всего мира – из Индии, Франции, Казахстана, Эстонии и других стран. На соревновании Михаил Камчатный ездил вместе со своим другом и товарищем по шашкам Михаилом Ковалевым, который на этом же турнире занял четвертое место. Наставник мальчиков Олег Васенькин уверен – такие поездки только начало. Впереди юных спортсменов ждет большое будущее. Они показывают очень хороший результат и самое главное – они занимаются с большим желанием и с большим удовольствием. И мне это доставляет самому большое удовольствие – заниматься с такими замечательными детьми. Уже сегодня мальчики готовятся к очередному турниру, который пройдет в октябре в Дзержинске. Ирина Вашегородцева, Владимир Лисик. Служба новостей. Саров-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова